SCP-3054 Лечебница Крангстав Объект номер SCP-3054 Класс объекта Кетер Особые условия содержания Вокруг SCP-3054-A был установлен огороженный периметр в радиусе 1,5 км. Данный периметр находится под контролем МОК КАПП-9 «Санитары по вызову», действующий под легендой о загрязнении подземных вод на территории объекта. Продолжаются усилия по разработке метода сдерживания эффектов SCP-3054 вне SCP-3054-A. До сих пор, пока этот метод не будет разработан, сведения об исчезновениях следует направлять в отдел фонда по дезинформации для принятия дальнейших мер. Сотрудникам, имеющим задокументированную историю психических заболеваний, запрещено работать на данном объекте. Описание SCP-3054 – аномальное явление, затрагивающее пациентов, помещенных в психиатрические учреждения по всей Северной Америке. Затронутые пациенты исчезают, если их оставить без наблюдения. В ходе расследования этих исчезновений в каждом из учреждений были обнаружены записи, указывающие на плановый перевод пациентов в SCP-3054-A. Источник, равно как и какое-либо объяснение этих записей, обнаружены не были. Впервые фонду стало известно об этом явлении в 1981 году. Однако анализ выявил и более ранние возможные инциденты, вплоть до 1890 года. Более того, хотя самые ранние инциденты произошли в пределах 100 километров от SCP-3054-A, область влияния, по-видимому, со временем расширялась. Последний инцидент зарегистрирован в Ванкувере, Канада. На данный момент произошло 912 исчезновений, связанных с SCP-3054. Ожидается раскрытие большего числа инцидентов. SCP-3054-A – лечебница Крангстав. Заброшенное психиатрическое учреждение, расположенное в лесистой местности, в 50 километрах к западу от Хадстона, Северная Каролина. Никакой документации о сооружении или эксплуатации SCP-3054-A обнаружить не удалось. Имеются лишь вышеупомянутые записи о переводе пациентов. Исследователи работают над тем, чтобы определить, когда было построено здание SCP-3054-A и использовалось ли когда-либо подозначению. В ходе недавних событий было установлено, что любой человек, задокументированный историей психического заболевания, может стать жертвой SCP-3054, пока он находится внутри SCP-3054-A. Смотрите ниже. Приложение SCP-3054.1 – текстовые протоколы. Следующая информация была извлечена из телефонов сотрудников фонда после исчезновения Джулии Оуэнс, исследователя фонда, назначенного на работу в SCP-3054-A. Джулия, привет. Берри, это ты? Пожалуйста, ответь. Берри, Джулия, ты где сейчас? Джулия, я в здании. Берри, где именно? Джулия, наверху, в одной из палат. Они не разрешают нам хранить личные вещи, но у меня получилось спрятать телефон. Я думаю, они даже не догадываются, что это за хрень такая, мобильник. Барри, подожди, о чем ты вообще говоришь? Кто не позволяет тебе хранить личные вещи? Давай я тебе позвоню. Джулия, нет, не надо. Если телефон зазвонит, они могут услышать это. Барри, хорошо, кто может услышать? Я иду к нашему руководителю. Джулия, персонал. Барри, какой персонал? Джулия, медперсонал, в здании. Дай мне секунду. Я все еще в здании, но мне кажется, будто бы я отправилась назад во времени. Тут везде медсестры и доктора. Они все одеты, ну, на старый манер. Они сказали, что мне предстоит проходить здесь лечение. Линдси. Джулия, это доктор Линдси. Ты говоришь мне, что в данный момент ты внутри Кагастафа, но он открыто принимает пациентов. И медперсонал есть? Джулия. Да. Издание выглядит как новое, оно не разрушено и не потрепано временем. Здесь также есть другие, я их вижу. Наверное, другие люди, которых забрал SCP-3054. Их много. Они растеряны и напуганы. Большинство из них даже не хотят со мной говорить. Пара подростков, но в основном взрослые. Некоторые из них просто сидели на стульях и пускали слюни. Похоже, они находились под воздействием каких-то наркотиков или препаратов. Линдси. Так, Джулия, ты сможешь сказать, в какой именно палате ты находишься? Мы пойдем туда и посмотрим, сможем ли мы тебя вытащить. Джулия. В 203-й, по-моему. Линдси. Мы уже идем туда. Джулия. Не волнуйтесь, я никуда не денусь. Двери заперты и на окнах решетки. Только что выглянула в окно. Кроме деревьев и тумана ничего толком не видно. Я не могу даже небо увидеть. Линдси. Мы внутри нужной палаты. Не видишь ничего необычного? Попробуй подвигать предметы вокруг себя. Джулия. Здесь все приколочено к полу. Мне пора, кто-то идет. Линдси. Береги себя. Пиши на этот номер, когда сможешь. Мы оставим кого-нибудь присматривать за телефоном. Старайся экономить зарядку. Джулия. Эй, есть кто? Линдси. Да, я здесь, это Линдси. Джулия. Я поставила настройки телефона на минимум. Кроме того, я его выключаю, когда не использую. Батарея продержится как минимум еще пару дней. Надеюсь, я не потрачу всю зарядку на Flappy Birds. Линдси. Ладно, хорошо, что там происходит? Можешь рассказать какую-нибудь новую информацию, которая поможет нам понять, как вытащить тебя отсюда? Джулия. Да тут рассказывать особенно нечего. На окнах решетки. На улицах пасмурно. Пациенты стали другими, хотя большинство из них все еще растеряны. Другие лица, другие люди. Линдси. Ты говорила с кем-нибудь из них? Джулия. Да, большинство из них попали сюда совсем недавно. Те, кто пробыл здесь дольше всех, не особенно разговорчивы. Они просто уставились в одну точку и бормочут что-то сами себе. Здесь есть женщина лет 60. Мне как-то раз сказали, что она оказалась здесь, будучи еще маленькой девочкой. Похоже, что однажды она попробовала убежать. Потом они сделали с ней что-то. Теперь она не пытается что-либо делать, просто смотрит в окно и пускает слюни. Линдси. Тебе же лишний повод быть более осторожной, хорошо? Джулия. Да, ты права, они сказали, что завтра меня примет доктор. Мне пора идти, надо поспать, напишу тебе позже. Линдси. Хорошо, я буду на связи, Джулия. Постарайся играть в Флэппи Бетс поменьше, окей? Джулия отправляет смайлик с сердечком. Отчет за день, постараюсь рассказать вкратце. Хочу сохранить батарею. Линдси. Привет, я здесь. Джулия. Все как в прошлый раз, снаружи паспортно, пациенты внизу все другие. Даже та 60-летняя бабуля исчезла. Я видела слишком много разных лиц, они все сюда ни при каком раскладе не поместятся. Встретила доктора, говорила с ним минут 20. Спросила его, когда я смогу идти. Он сказал, когда мы тебя исправим. Спросила его, какого черта все это значит. Он сказал, это необходимо решить тебе самой. Тогда я сказала ему, хорошо, в таком случае могу ли я решить, что все в порядке. Мне кажется, он не оценил юмор. Я спросила его о разных лицах. А он просто сказал, интересненько. Этот козел ведет себя так, как будто я сумасшедшая. Линдси. Будь осторожна, не зли их. Говори им только то, что они хотят слышать. Мы не знаем, что это за люди. Мы даже не знаем, люди ли они вообще. Джулия. Угу, он так посмотрел на меня после этой шутки. Я буду хорошей актрисой, притворюсь пай девочкой. Линдси. Прекрасно, мы все работаем над планом, чтобы вытащить тебя. Джулия. А это вообще возможно? Линдси. Ну мы можем общаться, это значит, что кое-что проходит. Значит, что да, вероятно, существует путь назад. Джулия. Очень на это надеюсь, еда здесь ужасна. Нужно идти, кто-то идет. Линдси, береги себя. Джулия. Привет. Линдси. Привет. Итак, у нас есть хорошие новости для тебя. Мне кажется, мы выяснили причину, по которой оно забрало тебя. Я знаю, что это грубое нарушение конфиденциальности, не говоря уже о законе об учете и безопасности медицинского страхования. Но я тут полистала личные дела, попросила кое-кого об услуге. Выяснилось, что из всех сотрудников, назначенных сюда, в психиатрическое учреждение помещали только тебя. Мы предполагаем, что когда кто-то находится здесь, SCP-3054 считает, что человека доставили в психиатрическое медучреждение, но только при условии, что он до этого находился на лечении в подобного рода учреждениях. Если мы правы, то это значит, что мы знаем, как отправить туда людей. Учитывая, что телефон остался при тебе, мы можем отправить к тебе кого-нибудь с гораздо более полезными предметами. Это может быть что-то, что поможет вернуть тебя и всех остальных назад. Во всяком случае, это еще не решение, но его начало. Джулия, Джулия, угу. Да, это звучит неплохо. Я бы очень хотела уйти. Линси, ты в порядке? Джулия, начала прием лекарств несколько дней назад. Все как в тумане. Я нихуя не могу запомнить. Прости, мне тяжело сосредоточиться. Поэтому я не писала. Долго спала. Линси, нет, все в порядке, я все понимаю. Джулия, еще пообщаюсь с другими пациентами. Некоторые из них даже не помнят, как они тут оказались. Я думаю, это из-за лекарств, но я не знаю. Может быть, это само место. Один из них сказал, что я могу подать заявление о том, чтобы покинуть учреждение. Появляется судья и надо отставить свою точку зрения. Судья может принять решение и отпустить вас. Я спросила, смог ли кто-нибудь уйти таким образом. Похоже, никто не знает или не помнит. Я спросила, выходил ли вообще хоть кто-то. То же самое. Я думаю, большинство из них сдались. Они просто пялятся в окна и жуют свои таблетки. Но я не сдаюсь. Я не хочу помирать тут. Линси, не волнуйся, мы вытащим тебя оттуда, я обещаю. Джулия, я подала заявление судье этим утром. Увижу его завтра. Линси, ты уверена, что это благоразумно? Джулия, это вариант, я его попробую. Я не могу тут больше торчать. Это даже не ад. В аду, по крайней мере, было бы интересно. А это просто ожидание прихода смерти. Линси, так тому и быть. Пожалуйста, будь осторожна. Мы все еще не знаем, с чем мы имеем дело. Джулия, я буду осторожна. Я иду спать. Спокойной ночи. Линси, хорошо, спокойной ночи. Береги себя. Твою мать. Линси, Джулия. Джулия, черт, черт, твою мать. Линси, что случилось? Джулия, блядь. Линси, ответь мне, Джулия, пожалуйста. Джулия, это не сработало. Они вдвое увеличили мне дозировку препаратов до того, как я встретила судью. Я не могу ни слова внятно произнести, а он просто пялится на меня. Затем появилась куча врачей. Я никогда их не видел раньше. Они начали говорить о том, что я не общаюсь с другими пациентами. И что я не принимаю душ. И не расчесываю волосы. И б***ь, какой душ? У меня нет никакой другой одежды, кроме той, которую эти сволочи мне сами и выдали. У меня даже нет расчески. Как мне б***ь, каким образом вообще расчесывать волосы? И никто мне ни разу не говорил, что я должна больше общаться с другими пациентами. Они вообще никогда ничего мне не говорили. Потом они припомнили ту хрень, которую я сказала доктору. Я имею в виду то, как я сказала, что лица продолжают меняться. Это звучит так, будто я сумасшедшая. Ну я, б***ь, не сумасшедшая. Линси, я знаю, ты не сошла с ума... Джулия. Судья сказал, он даст мне выбор. Либо вынесет решение сразу, что означает, что меня либо выпустят, либо оставят еще на 6 месяцев. Или же я могла согласиться остаться еще на 3 месяца и написать заявление снова. Я... К черту, я не смогла. Я была так напугана. Я прогнулась. Мне так хреново, я плачу. Что со мной не так? Линси. Джулия, успокойся, пожалуйста. Я не думаю, что тебе удастся покинуть это место своими силами. Я думаю, что тебе надо сфокусироваться на том, чтобы остаться в здравом уме. Пока мы выясняем, как тебя вытащить. Хорошо? Джулия, нет, ты не понимаешь. Я застряла здесь еще на 3 месяца. Я сама согласилась с этим. Линси. Джулия, меня не волнует, что ты там им сказала. Как только мы выясним, как вернуть тебя домой, мы вернем тебя домой. Даже если придется взорвать все это проклятое место, меня не волнует. Мы вернем тебя домой. Поняла? Джулия? Джулия. Ладно. Я хочу извиниться, я все испортила. Надо было молчать. Линси. Джулия, ты не сделала ничего плохого, расслабься. Все, что с тобой происходит, не твоя вина. Это место, оно неправильное. Хорошо? Джулия? Джулия, хорошо. Я иду спать. Пожалуйста, верните меня домой. Я просто хочу вернуться домой. Линси. Мы сделаем это, я обещаю. Приложение 3052.2. Аудиопротоколы. Данные аудиопротоколы являются аудиозаписями звонков, принятых доктором Джун Линси от миссис Оуэнс. Предисловие. Доктор Линси приняла следующий звонок в 21.12. Начало протокола. Голос 1. Алло? Голос 2. Линси, это я, Джулия. Голос 1. Джулия, что происходит? Почему ты звонишь? Ты в порядке? Голос 2. Я сбежала. Голос 1. Ты, ты где? Голос 2. Я снаружи лечебницы. Здесь темно. Но я хотя бы снаружи. Я, чёрт возьми, снаружи. Я не принимала лекарства пару дней, потому что притворялась. Прятала лекарства под языком. Украла пилку для ногтей. Использовала её, чтобы приподнять часть решётки у окна. Голос 1. Хорошо, так, Джулия, сейчас я уведомляю персонал. Дай мне немного времени. Мы собираемся провести поиск в лесу, который окружает объект. Дай мне секунду. Голос 2. Я двигаюсь, но медленно. Ты знаешь, люди не могут передвигаться прямыми линиями. Я видела это по телевизору. Мне кажется, это были разрушители мифов. Если двигаться медленно, то это будет что-то похожее. Мне надо использовать что-то типа контрольных точек. Я использую деревья. Выровняйте деревья. Идите между ними. Голос 1. Приглушённый отдалённый звук. Каппа 7. Это доктор Линси. Возвращайтесь. Голос 2. Смеётся. О мой бог, ты можешь себе это представить? Что если телевизор спас мне жизнь? Телевизор и пилка. Голос 1. Приглушённый отдалённый звук. Мне нужно, чтобы вы обыскали область внутри периметра. Мы полагаем, что один из наших может находиться в лесу. Голос 2. Смеётся. Затем начинает приглушённый рыдать. Голос 1. Джулия. Голос 2. Всхлипывает. Всё в порядке. Я в норме. Господи, я просто-просто так рада слышать твой голос. Хоть чей-то голос. Особенно твой. Я начала думать, что ты тоже ненастоящий. Они никогда не отпустят меня. Линси. Это-это так ужасно. Где всё такое ужасное? Мы должны вытащить всех. Мы не можем оставить их. Голос 1. Продолжай говорить со мной, Джулия. Продолжай двигаться прямо. Продолжай ориентироваться на деревья. Там забор примерно в километре. От тебя наши люди патрулируют его. Голос 2. Вновь смеётся. Я собираюсь повалить первого, кого увижу. Просто завалю и расцелую. Будь то парень, девушка или что-то иное. Меня это даже не волнует, к чёрту это. Я сразу женюсь. Голос 1. Эм, хорошо. Смеётся. Просто как бы... Может сначала предупредишь их? Я имею в виду, что они вооружены. Голос 2. Самое плохое это то, как они продолжают вести себя так, словно ты можешь уйти. Если бы это было безнадёжно, если бы они сказали, что я никогда не уйду, я бы могла справиться с этим. Но они дразнят тебя лживой надеждой. Мучает ею. Я. Голос 1. Джулия. Голос 2. Я вижу свет впереди. Эй, люди, я здесь. Голос 1. Будь осторожна, подними руки вверх, пусть они увидят тебя. Голос 2. Это не движение, свет не двигается. Есть ли какие-то... Голос 1. Фонари по периметру вокруг забора, да, просто дойди до него и оставайся там. Голос 2. Слава богу, слава богу, что угодно лучше, чем этом. Голос 1. Джулия. Голос 2. Слышны стоны. Нет. Голос 1. Джулия, что-то не так? Голос 2. Слышны стоны. Нет-нет-нет. Голос 1. Джулия, поговори со мной. Голос 2. Я... я стою у входных дверей. Это не так. Я не могла оказаться у дверей. Это бессмысленно, я ведь даже не выходила через дверь. Звук открывающихся дверей. Голос 1. Джулия. Голос 2. Начинает сбивчиво всхлипывать. Конец аудиопротокола. Предисловие. Доктор Линси ответила на звонок в 13.05. Голос 1. Алло, Джулия, это ты? Голос 1. Джулия, ты тут? Кто это? Голос 2. Алло. Голос 1. Джулия, Джулия, ты в порядке? Ты не отвечала на сообщение. Голос 2. Мне лучше. Голос 1. Ты звучишь как-то что-то не так с твоим голосом. Голос 2. С ним всё в порядке, теперь я понимаю. Голос 1. Что в порядке? Что ты понимаешь? Голос 2. Ты часть моей болезни. Голос 1. Что? Голос 2. Ты не настоящая, ты голос в моей голове. Голос 1. О чём ты говоришь? Голос 2. Я думала, они не знали о тебе. Я думала, они не знали, что я говорила с тобой. Но всё это время они знали. Голос 1. Пожалуйста, Джулия, чтобы они тебе не говорили всё это неправда. Голос 2. Я думала, что я была находчивой, украв ту пилку, пыталась сбежать. Но они проверяли меня. Они сами оставили мне пилку, чтобы я смогла найти её. Они хотели, чтобы я сама увидела. Увидела, насколько я больна. Голос 1. Прошу тебя, хватит, пожалуйста, послушай меня, ты не больна, ты не сумасшедшая. Голос 2. Я говорю с тобой сейчас только потому, что ты часть моего лечения. После этого я больше не буду с тобой говорить. Я должна сосредоточиться на здоровом состоянии. Я должна позволить им исправить себя. Голос 1. Умоляю, не делай этого, пожалуйста, остановись. Нельзя дать им взять верх. Отдалённый, неразборчивый голос. Голос 2. Приглушённо. Да, сэр, хорошо. Голос 1. Джулия. Голос 2. Доктор хочет, чтобы я передала тебе послание. Голос 1. Джулия, остановись, пожалуйста, мы идём за тобой. Голос 2. Он просил сказать тебе, чтобы ты передал своему руководителю, а те рассказали своему начальству, и так вплоть до самой верхушки. Голос 1. Пожалуйста, прекрати, я собираюсь вытащить тебя, я обещаю. Голос 2. Вы больны, вы испорчены, мы вас исправим. Конец аудиопротокола. На сегодняшний день все дальнейшие попытки связаться с миссис Оуэнс оказались безуспешными. Приложение 3054.3. Следующие электронные письма приведены здесь с целью описания подробностей инцидента, произошедшего 05.07.2010. Дата. 21.06.2010. От кого? Директор Броуинг. Кому? Доктор Линдси. Тема. Обновление документа. Хоть нам и ясно, что миссис Оуэнс была похищена SCP-3054, единственная доступная информация об этом альтернативном измерении Крагстаффа – это сообщение и протоколы телефонных звонков миссис Оуэнс. И, как вы сами обнаружили, миссис Оуэнс лечилась от шизофрении. Я все еще пытаюсь понять, как АПАИ попустила этот факт. Ее показания, как минимум, не систематичны. На данный момент все наши знания об этом измерении – чистая гипотеза. А мы не работаем с гипотезами. Мы имеем дело с весомыми грубыми фактами. Никто, кроме сотрудников класса D, не должен проходить сквозь SCP-3054, пока мы не будем уверены, что сможем вернуть их. Возвращение миссис Оуэнс – высокоприоритетная задача. Но перед нами также стоит задача защиты сотрудников фонда здесь и сейчас. Кроме того, я не собираюсь посылать вооруженный отряд возмерения, о котором мы ничего не знаем. Нам нужно больше данных. Кроме того, учитывая, что природа SCP-3054-A может быть нацелена на лиц с документально подтвержденными психическими заболеваниями, я отклоняю вашу просьбу о психиатрическом лечении по причинам, которые должны быть предельно ясны. Вместо этого я даю вам двухнедельный оплачиваемый отпуск. Вступает в силу немедленно. Возьмите паузу, Джун. Забудьте о миссис Оуэнс. Позвольте нам разобраться с этим. Запроси немного амнезиаков, если они тебе нужны. Приведи голову в порядок, чтобы тебе этого не стоило. У нас много работы. Дата 05.07.2010 От кого? Исследователь Филлис. Кому? Директор Броуинг. Тема? Инцидент. Немедленно свяжитесь со мной. Если вы читаете это, либо вы уже знаете, что происходит, в таком случае можете дальше не читать, либо вы только что включили ваш компьютер, но еще не успели проверить телефон. Если это так, бросайте все и звоните мне немедленно. Вы можете продолжать читать, пока телефон звонит. Доктор Линдси пропала. Это произошло сразу после того, как она вернулась из отпуска. Она вошла в SCP-3054-A. Сказала, что у нее предчувствие, что она хочет что-то проверить. А потом? Спустя час с ней никто не смог связаться. Три часа спустя мы все еще искали ее. Внезапно одно из зданий на западной стране SCP-3054-A просто обрушилось. Как будто кто-то с помощью взрыва проделал чертову дыру в нем. Мы спешно ретировались. Я пыталась до вас дозвониться. Оставила пять сообщений в голосовой почте и 20 с лишним смс. А потом кто-то нашел записку. Джун оставила ее на своем столе вскоре после прибытия в SCP-3054-A. Я ее отсканировала и отправила вам копию на телефон. Но процитирую и здесь для наглядности. Если вы это читаете, значит меня уже нет в этом мире. Позвольте рассказать вам о моем отпуске. Я чудесно провела время. Повидалась с семьей. Посмотрела несколько фильмов. Позаимствовала отцовский пистолет. Смогла завладеть несколькими гранатами. Съездила к берегу. Нашла психиатрическое учреждение, которое приняло меня на одну ночь. Для того, чтобы я могла проконсультироваться по поводу горя. Я пойду туда. Я вернусь либо с Джулией, либо не вернусь вообще. Сотрудники фонда должны продолжать наблюдение за психиатрическими учреждениями по всей Северной Америке, чтобы определить, произошло ли какое-либо изменение в SCP-3054. Субтитры создавал DimaTorzok